Определён состав подарочного набора для новорождённых Тверской области. Вопрос рассмотрен на заседании президиума регионального правительства, которое провёл губернатор Игорь Руденя. Первыми подарок от региональной власти успели рассмотреть будущие мамы Тверского перинатального центра имени Бакуниной. Какие предметы в него войдут и что, по мнению роженец, необходимо обязательно добавить, узнал наш корреспондент. Через несколько месяцев эта большая коробка, которую нам показала уполномоченная по правам человека Лариса Масалыгина, будет вручаться каждой маме с ребёнком после выхода из роддома. Во-первых, это сэкономит для родителей и силы, и энергию, ведь не нужно будет ходить по магазинам и покупать вещи первой необходимости. А во-вторых, сбережёт семейный бюджет. Подарок будет вручаться на сумму не меньше 10 тысяч рублей. То есть это как раз те цены, цены производителей, которые облегчат семейный бюджет именно на эту сумму. То есть можно не покупать необходимые вещи, которые уже будут заложены в подарок. Состав набора сформирован с учётом мнения жителей Верхневолжья по результатам проведённых опросов в средствах массовой информации и социальных сетях. А теперь через эти же самые каналы необходимо донести до каждой роженицы информацию, что ей должны дать такой же набор вне зависимости от возраста, состояния семьи и места проживания в регионе. Право на получение подарка для новорожденного имеют родители, которые проживают на территории Тверского региона и зарегистрировали ребёночка новорожденного на территории Тверского региона, то есть в органах ЗАГСах Тверской области. А также граждане иных регионов, которые рожают в Тверской области и регистрируют ребёночка в Тверской области. А также опекуны новорожденного ребёночка, место жительства которого находится на территории Тверской области при условии густарственной регистрации ребёнка в органах ЗАГСа Тверской области. Пока в набор входит почти 60 предметов, необходимых малышу от 0 до 6 месяцев. Это ползунки, подгузники, демисезонный комбинезон, носочки и многие другие товары. Кроме того, в комплект войдёт одежда нескольких размеров. За качество текстиля можно не беспокоиться. Он изготовлен в вышневолочке и полностью гипоаллергенен. Будущие мамочки оценили подарочные наборы, но предлагают ещё несколько нововведений. Очень много вещей, которые относятся к категории одежды. Возможно, действительно стоит добавить каких-то других предметов. Девушки говорят, градусники. Возможно, что-то, что пригодится обязательно в аптечке. Что касаемо одежды, может, чуть-чуть меньше, потому что размером тоже очень сложно угадать. А аптечку, может, какой-нибудь для матери или ребёнка, масло детское. Что-нибудь вот такое. Больше личной гигиены. Не хватает ли некоторых мелочей, сарапки и градусник бескомпактно. А так, в принципе, очень приятно получить, я думаю, будет такой подарок. По словам Светланы Ермаковой, каждому мнению женщин прислушаются. Набор будет дорабатываться с учётом замечаний и функциональности вещей. Однако полностью укомплектовать подарочную коробку должны строго к первому октября, когда первые семьи получат свои подарки. Спасибо. Спасибо. Спасибо.